О представлении о расизме, оно такое, знаете, немного романтическое, я бы сказала. Это нечто, чего у нас уже нет и быть не может. Это что-то из начала 20 века, это что-то связанное с борьбой, вообще с американской ситуацией, с борьбой там негров за свои права. И вот прям буквально при слове «расизм» вспоминаются какие-то советские карикатуры. Объяснение социального неравенства биологическими причинами. Вот есть верх и низ общества, есть те, кто наверху и те, кто внизу. И расизм объясняет это обстоятельство для начала биологией. А как практика это попытка удержать эти отношения господства, то есть силой навязать такие отношения. Когда мы говорим «расизм», мы имеем в виду, конечно, то понимание расы, которое утвердилось в английском языке и потом в международных организациях. И оно означает не только деление по признаку цвета кожи или разреза глаз, но и по очень широкому кругу оснований. Расист представляет себе, что есть прямая связь между физическим обликом и духовным миром. Вот это очень важно. Если есть разные, так сказать, расы, в кавычках я это говорю, то им присущи разные какие-то представления о мире. Менталитеты у них. Да, сейчас вот такой термин «менталитет», а в конце XIX века он выглядел как расовая душа. Когда мы говорим, что расизм развивается, что расизм теперь другой, что он не тот, что сто лет назад или сто пятьдесят, да, всё это так. Но проявление самого пещерного, самого дикого, самого жёсткого, как говорит Виктор Шнеллиман, расизма, в нашем обществе тоже достаточно. Прежде всего, расизм в нашем обществе выступает с таким диким лицом пещерного расиста, ненавидящего чёрных. Так что здесь Россия далеко не продвинулась. Хуже, возможно, потому что здесь, ну, это может быть в научном смысле нельзя отнести именно вот к апрелельному расизме, да, но вот этот нездоровый интерес вот к национальностям, это деление людей на народности и на национальности, да, вот уже определяет во многом именно отношение к людям не как индивидам, и национальностям, да,